привет вас амигос продолжается первый взгляд на мафию говорят что дальше здесь будет все еще смешнее сразу скажу что я оформил возврат игры в steam я вернулся не свои деньги и скачал пиратку но сделал это потому что но в техническом плане все с этой игрой понятно почему-то эти кирпичи что на них что у них с графикой отхожу и на них сетка какая-то появляется картинку которую видите на ю тубе я перерендировал то есть я убираю эту белесая белесая говно которое на экране здесь повсюду такое чувство что в экране не просто вот эта пыль типа а здесь вообще картинка как будто очень сильно как будто это кальянная тут накурено вот поэтому на ю тубе картинка лучше с игрой все понятно голимая графика производительность херовая залочка 30 fps к тому же багов я за первые полчаса увидел больше чем за два предыдущих года во всех играх вместе взятых просто одно дело когда ты смотришь нарезку смешных багов там с первой батлы или с фифы но это нарезка сам-то я их не видел ни одного бага за все время что играла здесь я прям сам играю вижу ну блять но чтобы не быть голословным вот смотрите чё сейчас будет смотрите фокус телепатия телекинез смотрите эти силой мысли заставляют стул крутить брейк-данс как он так как вам такая физика в 2016 году заебись вот вам хочется за 2 не не эти эти комментаторы которые типа ну это ж первый день блять сейчас вот 150 патча выйдет игра станет более потребна я поняла что некоторые люди готовы жрать говно ложками за свои 2000 рублей да но блять я не собираюсь до говорят что мафия никогда было не было про графику или про физику или про геймплей наверное хера узнает что главное то есть уже вот если сюжет тут будет прям хорош хорошо я куплю эту игру потом в конце может быть блять но пока я пока была возможность я вернул свои деньги и есть еще ряд причин на это которые звучит чуть чуть попозже во время очередной миссии где будет не мир невероятное количество езды скорее всего мы с трудом концы с концами сводим а тут вдруг платим за всю эту еду твою ж мать не выражайся мы бы в это не влипли если бы ты меня послушал во что влипли тебе беспокоиться не о чем линкольн у меня все под контролем под контролем да открой ты свой второй раз предупреждаю как хочешь старик не трогай его пусть успокоится может быть объяснишь чего он так сбесился у нас тут некоторые проблемы с гаитянами но как я уже говорил меня все под контролем что ж машины загружены думаю нам этого хватит на может мне попозже вернуться в честь того что ты вернулся к нам живым и невредимым я сделал пожертвование отцу джеймсу это еда которую он сможет раздать нуждающимся семьям я надеялся что ты мне поможешь линкольн заодно и на окрестности посмотришь ваши разборки с гаитянами это серьезно да ты же знаешь или секс кто-то косо на него посмотрит он уже кидаться готов как собака как я уже говорил я могу вернуться позже пусть линкольн погуляет проветриться пообщайтесь немного вам это только на пользу пойдет вперед там люди жрать хотят да я видел линкольна пару раз когда он вернулся он говорил что хочет уехать из города собирался калифорнию какой-то армейский приятель обещал устроить его на работу на судоверфи он и вернулся то только затем чтобы попрощаться с эллисом и сэмми но тут он выяснил что у сэмми проблемы с гаитянами и решил остаться и помочь эти гаитяне были ребята довольно неприятные но отговорить линкольна никто не мог как бы сильно он не изменился на войне он всегда был предан своей семье вообще смотрите в мафии 2 сюжет том что главный герой с войны вернулся домой сюжет мафии 3 главный герой с войны вернулся домой но здесь принципиально огромная разница в этой части главный герой черный я обслуживали то есть на второй день когда я вернулся с войны где рисковал своей черной задницей своей черной жизнью меня отправляют раздавать еду бомжам блять как же охрененно логика ты где вообще здесь у нашей семьи проблемы с гаитянами а я с войны вернулся и мы почти мафиози я должен что это дело рейхоллоу не знаю такого но какой-то негритянский гитарист и посему так я должен раздавать еду но я не понимаю как мне туда пройти блять тени тени просто выдают какую-то невероятную хренатень блять что там за окном куча птиц что летает почему тени статичная не понимаю так а вот и первый а вот и первый слышь чувак ты не похож на нуждающегося у тебя рожа жирная блять передать привет ты жрешь блин больше чем я посмотри у тебя руки и толстые я качаюсь у меня не такие нихрена у меня черпак я одним черпаком целую тарелку наливаю братан погуще погуще дай водички похлебаешь ёпты давай ему на нате вот блять пол черпака нахуй больше не заслужил магическое магическое заклинание расширения супа в тарелке в действии еще и те пожрать надо давай ладно что там суп гороховый чтобы вы оперделись там все на этом даже кусочек мяса вроде в черпачке мелькнул да у тебя у тебя пиджак есть блять тебе это зачем посмотрите какие толстые негры бля кажется они сука из жадности сюда приперлись смотреть какие жирные негры пришли за халявной жрачкой пизду и фастфуд блять гамбургеры ждут о боже старая ведьма тебе вообще помирать пора не надо мне улыбаться это первое которое мне ничего не сказал а вот блять вы чё блять целый день молчали и пришли сюда с поваром попиздеть вам чё надо-то главное нынко даже руки не помыл настолько ему насрать а чё за а ты чё без тарелки тебя прям в ладони суп налить что ли а он там движуха пошла смотрите в окне да мои господа наше заведение закрывается ой блять перепрыгнуть л плюс ю нихуя себе плеснул ему прям гиблинская ничего себе то есть вы пришли драться с огромной гориллой на сука вообще первым надо бить чувака с пистолет блять это комбо атаки так понимаю здесь одинаковые да три раза руками блять четвертой головой что там бриллианты кокаину кокой о цветы и мощи греча не дает они в 1957 году на гаити к власти пришел папа-дог дювалье 59 года он создал тайную полицию тантон макутаф и люди начали бежать из страны большинство из них осела на юге сша а ведь среди добрых работящих людей были отпитые уголовники собственно они и основали гаитянскую банду литко не узнал что они обосновались на болоте и главный у них бака тоже здоровый ниггер эй вы с отцом джеймса закончили на нас напали гаитяне пора тебе наконец рассказать что происходит да наверное ты прав шесть или семь месяцев назад в холлу начались грабежи деньги драгоценности все такое мы довольно быстро выяснили что это гаитяне потом эти собаки подзаборные взялись для лотерею и о каких суммах идет речь сколько достаточно мы крепко задолжали селу маркана я уже три месяца ему не платил господи если с ними разберусь у тебя хватит времени все уладить с маркана так про села не беспокойся мы с ним давно знакомы но эту проблему с гаитянами пора закрывать и закрыть ее должны вы с элисом как нам их найти в двадцатых годах в бае добывали соли там даже было что-то вроде поселка сплошные лачуги потом настала великая депрессия и люди оттуда ушли там они прячутся больше негде нам понадобятся оружие патроны позвони по этому телефону только сделай это не отсюда но все без лишних ушей или можно пройтись по холлу частым гребнем отыскать всех этих гаденыш и убить тогда не о чем бы и беспокоиться последнее что нужно людям в нашем районе это видеть как цветные убивают друг друга мы все сделаем тихо и подальше отсюда достаточно завалить главарей остальные расползутся как тараканы доверься мне ладно вояка пусть будет по-твоему будьте осторожны слышите эти гаитяна ребята жесткие недооценивать их нельзя серии кюсс и теперь сосед сусит чего с этой графикой а вот наш особый привет игре и резидент и вовл 5 глаза бросается какое-то рваное повествование сюжета что то только что были в городе херак мы уже на болоте доплыть до доков а мы на лодочке не можем доплыть до доку хуяк до нырнул конечно просто как мешок с говном на вар водится прям ёпта ёпта не в том плане что вот прям вода плохая вот следы которые за главным героем остаются он как пароход проплыл это понятно что это найти баку это миссия стелс походу мне даже оружие какого-то такое не дали ли что крадитесь и прячьтесь когда следите за врагами билди когда блять капитана очевидность в период слишком близко да да спасибо но может хватит уже блять их дебилами то считать нам не мне дали пистолет обалдеть три обоймы пистолетик отлично так давайте попробуем устранить вот этого пижона в красных штанах он тут что-то одинокий стоит скучает я думал сейчас его блин мой тут же ствол выпал как хорошо что у него пистолет на у него другой у него у меня альфред альфред альфредсен альфредсен м419 у него что у него мастерсон но как мы видим блять евреи оружейники заполонили заполонили америку пистолетами просто альфредсон шнеперсон сука иди поплавай там крокодилы кстати есть интересно я ж доплыл нежные съели интересно какой пистолет все-таки круче альфредсон урон 18 процентов точность 50 процентов темп огня 47 процентов ох нихуя так тут крокодилы водится это ты меня отправил бы а вон он он крокодил он это меня сюда отправили плыть сука по воде в которой блять крокодилы вот этот точнее на урон у него поменьше как бы отлично я буду тогда более точно потому что главное главное это в щишки стрелять там дамаг уже вообще не роляет смотрите это банда красных брюк они все они все танцоры диска в красных клешах этот сам нырнул интересно сюда крокодил тоже приплывет пока я блять ждал крокодила но стелсу однозначно пинцет короче по ходу пьесы хотя это же блин черный квартал тут наверно каждый вечер стреляют в черномазах черномазы и вообще только занимается тем что стреляют друг друга а потом пишут об этом песне так а тут лодочка какая-то видимо это для побега о ну конечно же бесходный авто бесходная винтовка а автомат блять автомат сг но это карабин по моему какой-то на вид ну блять ты что чтобы мне написали сука чтобы мне написали название и показали стату я должен сначала убрать выбора потом снова вернуть в этой ромашки и то и то блять он тут же исчезает ну что за криворукие ублюдки это делали так а он посмотрите дальность отрисовки какая вижу там какой-то гомунку стоит даже лица не разобрать давно старика прикончить какого старика они хотят с помощью свиста можно прореживать ряды врагов или оттягивать от группы свистнуть ассасин скрид блин а ничего что у меня голова над столом торчит блять это стол слишком маленький что такая здоровая горела как линкольн могла тут спрятаться но в принципе и ниггер этот в глаза сну сну да и ночь на дворе а линкольн камуфляжного цвета но это не очень-то по стелсу конечно блять вы это слышите и чё всем похер что тут ниггер орёт звуки этих ударов были громче чем блять в индийском кино после чего этот нига стал еще и орать тут на всю улицу и никто не пришел всем поебать п правдоподобность естественно черномазы настолько тупые что когда кто-то блять свистит ты должен обязательно пойти посмотреть а кто же это свистнул тупорылые удам он давай этого по стелсу снимем с пробега в бороду они как-то даже сопротивляться как-то толком ты не умеет я смотрю то есть мне кажется что когда чувака прихватывают сзади даже тот кто борьбой ты никогда не занимался начинает хоть как-то бороться там не знаю отбросить врага тазом пытаться но блять а здесь они просто как овцы на заклане но это в люб упс но всем же насрать не но это в любой игре конечно если ты уже сзади подкрался то подкрался но блять охуенно я попутал немножко а это это все-таки автомат смотрите нахера ну классика стрельба стрельба из-за укрытия просто без шанса на попадание посмотрите на вот этот перекрестик это чё блять с этим прицелом не так я уверен что я прицелил своему в голову то есть в какой-то игре через укрытие можно стрелять а в какой-то ты в голову стреляешь и не засчитывается потому что укрытие слишком близко к голове да и патроны не могли пролететь давайте избавлю от муче о альфа еще один альфредсен м419 а тот какой был м м чего так у меня тут с патронами бород борода бородать бородом блять борода бородинская ох блять это я так должен был сделать сука я ладно я лоханулся я бочку не заметила играю я на самые сложные сложности поэтому меня сливают в принципе достаточно быстро мне я я мог бы конечно эту кодлу выманивать свист охуенно блять чекпоинты расставлены в этой игре а тут есть какое-то сохранение нету да пиздата это типа хард отсылка к хардкору да так ну давайте в этот раз тогда с другой стороны попробуем с подветренной не знаю может линкольн вонючка поэтому его палят так вот мы видим одинокого черномазово он что-то напевает и это слышно но теперь песню резко оборвалась на какой-то октаве ну как бы всем по посрать о боже какое у него лицо это не это новый негр грусти это не просто негр грусти это негр печали блять давай мы его оттащим вот почему нету функции тащить почему каждый раз должен таскать эти баулы я понимаю что линкольн здоровая обезьяна но репта так сейчас надо вот здесь вот пригнуться я уверен что за этим креслом меня не заметят и друга своего лежащего в темноте он не заметит мы же негры нам он не один из нас он крикнул глядя на меня что но как мы как мы понимаем что его крик походу никто не услышал до в темноте ночной тишине ночной в темноте ночной так и здесь есть лесенка можно ох ни хера си он дым в лестнице то не нужна это первый черный паркурчик мне кажется я даже не знаю на кой хера сюда лез потому что потому что я мог и понизу сюда прийти так ну тут наверняка в этой лачуге есть черный как мы видим что здесь черномаза это гаитяне до гаитяне живут в домах из мусора о толкан нормально ебучая антисанитария давай мы его у параша короче вальнем по заведом владимира владимировича в сортире будем валить мерзких гаитян блять я если ему два раза свистну он быстрее будет ходить интересно хуя так издалека блять оверим кук справа много много комментов прочитал насчет того на кого похож главный герой но мое мнение что это вылитый алистар уверим просто погуглите если вы не знаете кто это более ранние годы такие еще когда он там с зенцовым драл нет он тогда еще худенький был сейчас он раскабанел последние несколько лет блять я не понимаю почему кнопка бета не загорелась чтобы я его из-за поворота вальнул в бороденку то в его шоколадную шоколадную шоколадная борода нарвалась на мой шоколадный фист да убранство домов тут просто пора и поражает детализации моего воображения но стелс тут как я люблю для тупых мобы слепые глухие блять недоумки нахуй тотально все блять линкольн ты можешь в своей перемене как-то громче дудеть потому что они тебя не слышат бэ ёпта давай сюда двигай я целую банду в рукопашную отхуярил походу здрасте блять аж пистолет улетел вот это удар просто блять не знаю если бы машина сбила его безопаснее было бы посмотрите вот это да это нокаут самый жесткий причем в позе христа я не знаю но смотрите трупы нельзя пинать наконец-то сейчас ему блять на лицо сяду короче выражение у лица как бы не знаю вот как будто ему тайсон уебал а опять этот автомат не знаю он нахрен не нужен не сбой у на пинатараде это как-то марафака дэн дэн марафака улитай на крыльях а о 2x сразу что ли призвал но негры слишком тупорылые чтобы пойти проверить что-либо вдвоем поэтому сейчас что тут за недостройка такая интересная по-моему он от страха умер я его как-то даже и не придавил так ну чего кто-нибудь контролирует или нет я видел в дэм очки показывает что есть какое-то зрение волшебное будет но сейчас я никакого зрения не вижу не но он их по-разному убивает это неплохо о это что за фраерок в шляпе да только сказал что он их по-разному убивает как он бросил это дурацкое дело и стал ебашить их абсолютно одинаково что значит а крестик 0 слева внизу а теперь крестик 1 на какую кнопку лечиться а аптечки можно с собой нах и нахапать ни хера себе а чё это мне только я только сейчас об этом узнаю без всяких обучений я уже столько аптечек прошел что просто я думал они как в первой мафии взял полечился и все как бы а тут с собой еще можно брать ну теперь понятно тогда казуальность можно как бы смело сложность выкручивать то что даже если ты помираешь с трех выстрелов то можно успеть хильнуться а я обошел вот это место смотрите все таки по кругу это видимо была короткая дорога для силового решения вопроса я грамотно а вот и пиздаст не гритос то живучий иди нахуй и ладно агута бота пшо в жопу ты сделал охуенно большую ошибку напав на холлоу в холлоу всем заправляет недоносок трож предатель черные не должны подчиняться белым человек про которого ты говоришь принял меня в семью когда мне некуда было пойти да ты ничем не лучше чем он ох блять как-то как-то у нее шея как у воробья блять хрустнула а это чё за домовенок блин ах ты свинья ебучая скотина пидорес будь ты проклят не кипятись не кипятиться не кипятиться не кипятиться он меня тут держал в заперти днем и ночью бил меня драл меня проклинаю те ублюдок тебя и твою гребанную семью слышишь всю твою блядскую семью пидорас да сдох он сдох ничего он тебе больше не сделает все кончено кончено? кончено? это никогда не кончится зрачки у нее как блять у собаки там еще живые есть но как бы ебаные гаитяне о у него еще коктейль молотова был ой там еще аптечка есть ой еще коктейль молотова у этой бабы в чулане был коктейль молотова и она им не пользовалась а ну зачем она его подожжет то? о еще 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 а как вам? а обучение как бы решил мне не рассказывать да про броски коктейлей молотова ох нихуя а вот прицельтесь к коктейлям молотова удерживая РБ бросить отпустить РБ отмена нажать Б выбрать взрывчатку в меню оружие нажать РБ о о блядь ну что ж запуск прошел успешно пробный тестовый пойду еще а как мне высоваться если они тоже блин сюда бросают в общем то коктейльчики коктейльчики свои блядь вот они оттуда такие трехочковые мне закидывали на пидоры блядь манера главного героя бросать коктейли молотова просто поразительная посмотрите он даже не смотрит его бросает лети нахуй а и он может носить только два так рахитоза бля ебучая не добросил впрочем а что такое кто-то сидит там на диване бля во время перестрелки правильно что надо делать бежать в полный рост в атаку из этой черномазы они наверно так бандами и воюют рашат друг друга блять по очереди это саре тоже на диван присел там диван походу пиздатый какой-то саре они к нему так и липнут блять ушатайся нахуй там ептать все в этом в этой деревне новый шериф вот так вот линкольн клей блять один убил 200 человек всю гаитянскую банду перехерачил я думаю линтон клейн такими темпами мог бы и китайцев истребить что опять нам удар да на геймпаде стрельба конечно не мой конек но езда на геймпаде очень даже мой как бы еще ходить можно атмосферно мишки как все дергана получается я уже не раз говорил об этом а вот это говно взрывается интересно нет для красоты помпа патронов какая-то вечная нехватка вот именно на автоматах и дробовиках они что-то кончаются просто в лед их очень мало падает я конечно выбрал выбрал блять пистолет но мне почему то а я подобрал патроны можно перезарядиться во время паузы что ли я пытаюсь взять пистолет уже пять восьмой раз вот он так еще мне так и не объяснили как лечиться что он делает он стреляет в стену так что какая-то нездоровая ситуация сука складывается этот наверное был буддистом и решил покончить самосожжением в знак протеста против негритянских войн блять я не могу бросить канистру в них часом она не взорвется часом около меня молотки тут прям повсюду расставлены прикольно что я взял коктейль молотова но его у меня как бы нет о еще один придурок в чем дело вот где где коктейль а rb вон они внизу где выбирает охуенно блять вот это бросил так вверх вверх я нажал вверх блять но он не полечился потому что он короче проверил в чем дело как тут работает лечение все дело в том что у лечения тут тоже есть анимация для этого главный герой убирает пистолет и вкалывает себе укол все это занимает время так что прямо на линии вражеского огня подлечиться не удается но у меня возникает вопрос за это время что главный герой вкалывает себе укол у него как бы здоровье вот смотрите за это время у него здоровье ну она естественным образом регенерируется блять почти с той же скоростью мне кажется да блять стрельба конечно тут просто ну реально не пришли к пизде рукав такая косость оружия я давно такой не видел но в quantum break конечно такая же но там хоть время можно замедлять а вот канистра все-таки рванула да как-то блять озвучка горящего заживого человека она блять такая как будто как будто по нему паук ползает он паука увидел то есть ему как-то неприятно но не больно блять черт эти черномазые умеют стрелять блять убрать оружие охуенно полезная кнопка пиздец они тут вообще просто повсюду ну огонь вообще конечно я не знаю гифка какая-то не знаю почему он там стоял очень помогает что на радаре валхак такой ядреный мне показывают где они меня обходят как они меня обходят ладно бы если этот ладно бы если такой радар был просто на изи сложности в игре но он на всех сложностях присутствует я просто не понимаю блять в чем прелесть перестрелок с этим радаром ну глядя на это количество врагов становится понятно что без радара тут было бы чертовски сложновато но в этом был бы свой шарм своя прелесть потому что в первой мафии перестрелки нередко были просто жопа разрывательно сложны я не понимаю мои пули что блять в этой сеточке застряли какого хера ты мою машину ломаешь об забор и что так мы едем или что ага то есть ты мне машину привез да все пизду пешком отсюда нахер вылез вылез блять смотри как он на ногах по асфальту едет погода такая белесая выглядит как пасмурная ночь с туманчиком но на улице эта белесость уместно а вот когда в здании так вот что еще выбесило в этой игре то что огромное количество музыки которую нельзя монетизировать причем не только монетизировать но некоторые песни вырезают вместе со звуковой дорожкой у вас то есть все что ты говоришь блять все что главный герой будет вырезан вместе с музыкой а за некоторые песни в том числе еще и блокируют видео в некоторых странах то есть германия австрия и те чуваки которые смотрят канал оттуда посмотреть видео вообще не смогут ну может там через ананимайзер какой-нибудь блять ну там скорость сами понимаете как то есть эта игра посреди разработчики сэкономили на всем они не захотели платить за реальные названия машин не захотели платить за реальные названия оружия что вообще странно и диковато немножко даже и они даже не захотели платить за то чтобы им саундтреки какие-то написали они ну они воспользовались платной библиотекой музыки это да но это дед но это дешманский выход долларов сто наверное стоит музыка вот эта дерьмовая для использования плюс ко всему она еще и монетизироваться то есть они даже не дали возможность стримить эту игру стримером да потому что в записи это будет все ну может на твиче на твиче может записи да за платную подписку вы посмотрите на ю тубе блять запись будет либо заблочена либо порезана в говно этим правообладателем и уж точно не монетизирован то есть не обеспечили невозможность стримить свою игру невозможность как-то блять записывать они бы им просто погибать они сделали вот свой кусок говна логучего и продали его за 2000 рублей а сейчас там стиме просто игра тонет в говно отзывах и карман разработчика трещит блять от возвратов средств просто капитально но блять черномазый о еще и остановился ну ты блять да пошел ты нахуй долбоебище чё я делаю чувака подвезу сейчас на работу да и подальше поедем видели как он какое-то время он ехал с нами потом не просто съехал он стек с моей машины но этот черномазый нарывался не знаю блять шел через дорогу хуяк остановился перед машинный дурак что ли совсем нахера он меня бесит не помял хоть нет свой черный занесу о блять как ярко там чё ядерный грипп что вдалеке я реально даже дорогу не вижу почему она по лужи какие-то подсохшие или лёд что блестит то не понимаю еще где мой бар святой отец сейчас черномазая парковка моя машина блять как хочу так и езжу заткнись а надо было тачку туда загнать или не надо сама заедет бамблби нет бля реально я как будто на другой планете это чё за заря такая ёп твою мать я до чего в реале ненавижу утро но здесь утро просто мерзкое а вот смотрите солнце резко кончилось тучка тучка и налетела все понял не буду больше шутить про черную парковку ну добраться до бара блять вот я в баре как бы чё надо то ёп твою мать чё это меня хотят то я не понимаю а в бар войти может быть а сейчас то что там блять а гроза начинается прикольно чего линкольн не понимал или может не хотел понять это то что у человека как сэмми всегда найдутся новые гаитяне с ним вечно было так либо сэмми кто-то угрожал либо кто-то доставлял ему неприятности и ни конца этому не края вот так и вышло что линкольн начал работать с целом маркалом ты был прав гаитяне прятались на старой соляной шахте больше они нас не побеспокоят третий туда послал надо было самому решать свои проблемы это ничем не отличается от того чем я занимался до отъезда ты может и не знаешь но по телевизору каждый вечер после новостей показывают имена всех ребят которые погибли во Вьетнаме и вот я сидел на кухне ужинал смотрел этот список и думал а вдруг сегодня тот день когда я вижу твое имя так и не увидел же ничего же со мной не случилось колодец удачи он не бездонный однажды вытащишь ведерко а в нем пусто а то и насрано как следует так что будет с марканом отдадим ему эти проклятые деньги так или иначе лотерея хватит чтобы покрыть долги лотерея нет но сел тут звонил недавно сказал что хочет с тобой повидаться в загородном клубе говорит у него какая-то работа между нами все будет улажено черных туда впускают только для отслуги им это может не понравится но селу маркана они отказать не посмеют он говорит ты должен там быть значит ты должен там быть отлично всегда хотел посадить как оно там внутри сделай все в точности как сел скажет ты понял ради нас всех так точно блять волосы у этого негра просто у меня это напоминает мне знаете на губки для посуды вот одна сторона мягкая а вторая вот такая вот как его волосы блять не знаю может о волосы черномазых мы ими посуду моем многие пиздят на то что я зря озвучивают чуваки там на фоне играть музыка неотключаемая за которую опять таки будут ебсти охуеть блять да у нас полтергейст в гараже вот посмотрите левитация объектов это так круто а вот надо дотронуться и они падают хуительно вообще ой блять ну чё ж все так убого то ладно я думаю что продолжение наверное следует напишите в комментах по этому поводу что-нибудь нажмите там где-нибудь кто знает может и будем проходить сие чудо кстати смотрите салон желтый прикольно вообще тачка найсовая конечно не знаю где он ее взял но неплохо рыцарь дорог по моему на таких на такой сериале ездил не знаю где я не знаю где он ведь он по-другому нам